МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Студия телеканала Север Ольга Руслова, здравствуйте! В эфире программа «Законодатели», программа о тех, кто принимает важные решения в интересах региона и его жителей. Еженедельно в нашем эфире мы рассказываем вам о работе депутатского корпуса собрания депутатов Ненинского автономного округа и в этом выпуске. Постоянный комитет по правовым вопросам парламентской ассоциации Северо-Запада России, заседание которого прошло в Нарьенмаре, поддержал законодательные инициативы Ненинского автономного округа. С депутатами регионального парламента главы муниципальных образований обсудили вопросы, связанные с бюджетом, процессом, комплексным развитием села, снижением уровня бедности в регионе. Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству в ходе рабочего визита в Ненинский автономный округ встретился с окружными депутатами. Речь шла о внесении изменений в действующие правила рыболовства. 18 марта в региональном парламенте состоялась очередная сессия собрания депутатов Ненинского автономного округа. В ходе сессии рассмотрено порядка 20 вопросов, заслушаны доклады Уполномоченного по правам ребенка и Общественной палаты. Далее подробности. На сессии депутаты внесли изменения в целый ряд окружных законов, что было связано с необходимостью их приведения в соответствие с федеральным законодательством. В частности, изменения внесены в окружной закон о порядке установления влечены прожиточного минимума в Ненинском автономном округе. Основанием для пересмотра наших окружных законов послужило принятие в декабре 2020 года, 29 декабря, федерального закона о величине прожиточного минимума. В соответствии с федеральным законом величина прожиточного минимума устанавливается в порядке определенным правительством Российской Федерации. И с учетом, то есть берется средняя по России, и дальше применяется коэффициент, так называемый коэффициент дифференциации, с учетом природно-климатического условия, и особенностей регионов. Прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь она зависит от медианного среднедушевого дохода по стране. Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей. Уполномоченная по правам ребенка в Ненецком автономном округе представила депутатам собрания доклад о деятельности Института Уполномоченного в 2020 году, отметив в нем особенно болезненные для нашего региона проблемы. В самом начале своего выступления Галина Гуляева отметила, что рождаемость в Ненецком автономном округе в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилась. В регионе появились на свет 532 ребенка. Ни один из новорожденных за последние два года не был оставлен матерями в роддоме, что радует. Печальная статистика 2020 года касается умерших в округе детей. Вызывает обеспокоенность факт выросшей детской смертности. В 2020 году умерло семеро детей, в 2019 году два ребенка. Из семи по четырем детским смертям были возбуждены уголовные дела. В одном случае дело прекращено в связи с недостижением обвиняемого возраста уголовной ответственности. В трех других в расследовании находятся уголовные дела в отношении медицинских работников, допустивших, по мнению следствия, смерть детей по неосторожности. Много замечаний по проведению медицинских осмотров школьников в медучреждениях. В прошлом году медосмотрами было охвачено немногим больше 70% от плана. По наблюдению врачей, дети школьного возраста самостоятельно проходят диспансеризацию. При этом они могут не сообщить врачам о своих жалобах и проблемах. В связи с чем уполномоченный рекомендует Департаменту здравоохранения под ведомственным медицинским организациям взять на особый контроль проведение ежегодных профилактических осмотров детей. Особое внимание следует уделить вопросам привлечения законных представителей к сопровождению детей младше 15 лет на медосмотры. По данным отделения социальной помощи семьи и детям в конце 2020 года на учёте состоит 82 семьи, из них в социально опасном положении 56, а 26 семей находятся в трудной жизненной ситуации. На постоянном ведомственном контроле УМВД находится 40 родителей, состоящих на учёте, как не исполняющие свои обязанности по воспитанию детей и отрицательно влияющих на них. В 2020 году в адрес уполномоченного поступило 34 обращения по вопросам права ребёнка на воспитание в семье и надлежащий уход. Особое внимание уполномоченный по правам ребёнка уделило вопросам информационной безопасности детей. Сегодня угрозы исходят не только из сети интернет. Вот эта обёртка от шоколадки с такими словами нехорошими. Пусть этот слайд вас не шокирует. То есть небезопасный контент он не только в сети, не только в телевидении. Он вот здесь на обёртках конфет, шоколадок и так далее. В докладе уполномоченного прозвучала информация о росте процента бедного населения. Количество малоимущих семей стало на 39% больше. Более 2000 семей, в которых воспитываются 4749 детей, являются малоимущими. Половина таких семей не является многодетными. Многодетные семьи всегда считались в зоне риска. То есть у нас в обществе приняты стереотипы, что многодетная семья равно малоимущая семья. Но, как показывает доклад уполномоченного по правам ребёнка, эти цифры совершенно иные. То есть в группе риска у нас семьи и с одним, и с двумя детьми сегодня. Председатель общественной палаты Ненинского автономного округа Игорь Соколов выступил с докладом на сессии окружного собрания. В нём были отражены приоритетные направления деятельности палаты. В докладе отражены приоритетные направления деятельности палаты, в их числе здравоохранение, формирование доступной среды, защита семьи, материнства и детства, молодёжная политика, образование и спорт, а также развитие институтов гражданского общества, вопросы сохранения коренных малочисленных народов Севера. Игорь Соколов подробно рассказал о деятельности некоммерческих организаций в регионе. Их в округе 170. Всем некоммерческим организациям оказывается методическая, информационная, а также финансовая поддержка в виде грантов на реализацию социальных проектов и субсидий на организацию деятельности. В 2020 году по результатам конкурса в округе поддержано 32 гранта на реализацию социальных проектов и выдано 45 субсидий на организацию деятельности на общую сумму 9,5 миллионов рублей. Как отмечено в докладе, в результате совместной работы что некоммерческие организации округа активно участвуют в конкурсе фонда президентских грантов. В 2020 году на конкурс было подано 22 заявки, из них 5 проектов признаны победителями. При этом из года в год растёт масштабность и количество реализуемых организаций Мининицкого округа проектов. Одним из самых ярких стал проект окружного общества краеведов «Наследие Пустозерска», который вошёл в топ-100 лучших проектов фонда грантов президента. Не остался незамеченным ещё один социально важный проект этой некоммерческой организации. «Большой общественный резонанс имел социальный проект Организации общества краеведов, в списках значится Книга памяти Ненинского автономного округа, получивший поддержку фонда президентских грантов порядка 3 миллионов рублей». Над этим проектом общество краеведов работало 10 лет. Среди достижений общественности отмечена развитая система территориального общественного самоуправления, которая наряду с другими некоммерческими организациями округа получает государственную поддержку из окружного бюджета. В настоящее время на территории региона официально зарегистрировано и действует 15 ТОСов. Обсуждая ежегодный доклад общественной палаты, депутаты выступили с предложениями. В частности, предложено усилить работу с общественными наблюдателями во время проведения выборной кампании в Государственную Думу, проводить работу с общественными организациями в поселениях и системно построить работу со всеми политическими партиями в регионе. Кроме того, депутаты рекомендовали использовать такой формат работы, как гражданский форум, который, по мнению законодателя, является хорошей площадкой для дискуссий между властью и обществом. В связи с тем, что я сам общественник и представитель боевого братства у нас есть в общественной палате, мы оцениваем работу очень хорошо. Мало того, что в последнее время общественная палата активно участвует в политической жизни нашего субъекта. И вот мы на последних выборах видели членов общественной палаты на избирательных участках в виде наблюдателей. Депутат отметил, что работа общественных наблюдателей позволяет выборам быть более прозрачными. На заседании депутатской комиссии по экономической политике и бюджету депутаты обсудили проблему, с которой столкнулись окружные предприниматели в связи с новыми правилами оборота твердых коммунальных отходов. Многие предприниматели принципиально не согласны с закрепленными в региональных нормативных правовых актах подходами к категорированию объектов, установлению расчетных единиц по ним и нормативов накопления ТКО. Суть претензий предпринимателей проста. Они хотят платить за реально вывезенное рекоператором количество отходов. Еще более сложная ситуация с тарифом по обращению с ТКО во второй зоне, оператором которой является Севержилкомсервис. На первое полугодие 2021 года он составляет более 15 тысяч рублей за кубический метр. Значительную часть такого высокого тарифа составляют затраты на ежегодную транспортировку незначительных объемов отходов, расположенных в труднодоступных населенных пунктах в город Нарьинмар. Председатель комиссии Наталья Кордакова подчеркнула, что вопрос о нормативах накопления ТКО и тарифной политики в сфере обращения с отходами находится на постоянном контроле парламентариев. В окружном собрании депутатов регулярно проводятся заседания рабочих групп и постоянных комиссий по обозначенным вопросам. Кроме того, депутатский корпус выступает законодательными инициативами по внесению изменений в федеральное законодательство в сфере обращения с отходами. В частности, предполагалось увеличить срок вывоза ТКО из труднодоступных населенных пунктов, что могло бы значительно снизить тариф. По итогам обсуждения депутаты рекомендовали Департаменту строительства, ЖКХ энергетики и транспорта округа совместно с региональным оператором по обращению с отходами провести анализ обоснованности установленных нормативов накопления ТКО для организации индивидуальных предпринимателей на территории сельских поселений и подготовить предложения по их корректировке. Департаменту природных ресурсов и экологии агропромышленного комплекса рекомендовано рассмотреть вопрос о внесении изменений в территориальную схему обращения с отходами на территорию округа на период до 2030 года. В части объектов размещения отходов схемы их транспортировки. Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов в ходе рабочего визита в Ненецкий автономный округ встретился в Нарьинмаре с окружными депутатами и представителями Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса. В разговоре с представителями Федерального ведомства также принял участие депутат Госдумы Сергей Коткин и сенатор Денис Гусев, главы Усть-Кары и Амдермы. На встрече обсуждались вопросы, связанные с рыболовством в Ненецком округе. Окружные парламентарии обратили внимание на три ключевых темы. Это включение карской губы в состав Северного рыбохозяйственного бассейна, снижение цены лицензии на любительское рыболовство и изменение правил рыболовства. Как сообщил Василий Соколов, Росрыболовство добавило в проект правил Северного рыбохозяйственного бассейна необходимый пункт. Проект находится на регистрации в Минюсте. Когда новые правила вступят в силу, карская губа войдёт в состав Северного рыбохозяйственного бассейна. Он также сообщил, что вопрос уменьшения цены лицензии на любительское рыболовство также прорабатывается. Василий Соколов предложил пересмотреть подходы в этом направлении. Глав рыбвод имеет определённый устав, который предполагает безубыточность организации. Не обязательно глав рыбвод должен заниматься этими участками. Было бы правильнее, если бы ими занимались здесь на месте. Тогда регулирование шло бы не через Москву, а осуществлялось в части определения стоимости путёвок здесь. Представитель Росрыболовства отметил, что хорошим вариантом было бы появление в Ненецком округе организации, которое будет подконтрольно региону и сможет устанавливать цену, выдавать лицензии и вести работу в этом направлении. Замглавы федерального ведомства также разъяснил вопрос по поводу изменения правил рыболовства. На этой неделе в Москве состоится Северный научно-промысловый совет, где будут обсуждаться изменения. От нашего региона уже направлено порядка 40 предложений. Как отметил депутат Госдумы Сергей Коткин, жители Ненецкого округа поднимают обсуждаемые вопросы уже не первый год. Я всегда выступал и выступаю с той инициативой, чтобы Федеральный Центр максимально дал полномочия территориям, субъектам Российской Федерации, с тем, чтобы они здесь на месте сами определяли, когда ловить, сколько ловить. Понятно, что мы взвешенно должны подойти к этим решениям. Мы не можем принять решение и сказать о том, что можно ловить всегда, везде и всё. У нас старики раньше в старину на реке песни не пели, давали проходить сёмги на нерест. Поэтому вот это нужно подходить очень серьёзно. Я думаю, что жители округа как раз этому и говорить им не надо, они это всё чётко понимают. Но нам важно, чтобы каждый житель округа, каждый любитель, который живёт рыбой, особенно в населённых пунктах, имел возможность добыть себе эту рыбу с тем, чтобы на столе она не у рыбы была. Тем более, что мы переживаем очень неплохо, тяжёлый год, всем нам непросто. Поэтому я доволен всеми встречами, которые были здесь. И благодарен представителям федерального центра, что они откликнулись на нашу просьбу. И все эти вопросы детально здесь отработали. Всю прошлую неделю главы сельских советов работали в окружной столице. Для них в Наринмаре организовали консультационный семинар. В его рамках главы муниципалитета встретились с депутатами собрания Ненецкого автономного округа. И обсудили вопросы, связанные с бюджетным процессом, комплексным развитием села, снижением уровня бедности в регионе. Председатель комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова рассказала руководителям муниципалитетов о принятых изменениях в окружной закон о бюджетном процессе. Также депутат предложила внести соответствующие изменения в муниципальные акты, регулирующие бюджетный процесс в муниципальных образованиях, чтобы жители могли участвовать в формировании местных бюджетов. Кроме того, в ходе встречи Наталья Кордакова рассказала главам о проекте региональной программы снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Ненецком автономном округе. Как отметила депутат, бюджет округа имеет ярко выраженную социальную направленность. Только напрямые соцвыплаты жителям округа на 2021 год запланировано свыше 3 миллиардов рублей. Ещё порядка более полутора миллиардов – косвенные выплаты, субсидии на коммунальные услуги, транспортные перевозки и так далее. При этом, согласно информации Управления федеральной службы государственной статистики по Архангельской области Ненецкому округу, в регионе почти 9,5% населения живёт ниже официальной черты бедности. В 2019 году была принята федеральная программа по комплексному развитию сельских территорий на 2020-2025 годы. Главная цель – сохранение доли сельского населения в общей численности по России не менее 25%. Депутаты неоднократно поднимали вопрос о необходимости разработки региональной программы. В этом направлении сделаны определенные шаги, собрана информация от глав муниципалитетов о том, что необходимо каждому поселению по строительству, инфраструктуре, жилье, соцобъектов, а также по решению кадровых вопросов. По этому вопросу состоялась встреча с губернатором округа. Профильный департамент должен доработать представленные данные до проекта программы, которую нужно принять уже в мае, чтобы можно было при формировании проекта бюджета постепенно включать мероприятия. Также в ходе рабочих встреч с депутатами окружного собрания обсудили вопрос обеспечения лекарственными средствами населенные пункты округа. В 2016 году Ницкая фармация была выведена из государственного управления, что повлияло на ряд вопросов и на возможности, которые есть у государственного и было у государственного учреждения. Изменилось законодательство, в результате этого законодательства собрание депутатов ряд вопросов вмешиваться и решить просто-напросто не может. В связи с этим возникли проблемы не только с лекарственным обеспечением населения, но и доставкой населения. Поэтому сегодня с главами ставим вопрос, какие еще проблемы и каким образом эти проблемы мы можем решить. На протяжении двух лет у нас было три заседания по этому вопросу. Прежде всего, первый вопрос – это проверка деятельности Ницкой фармации, результаты проверки. Ну и на втором-третьем заседания – это не только выход из кризисной ситуации, но и помощь муниципальным образованиям в фармации для обеспечения лекарствами населения. Для льготных категорий граждан на сегодняшний день они полностью обеспечены лекарственными препаратами. Что касается других лекарственных препаратов, минимальный их набор присутствует в обоих аптечных пунктах. Но вот сейчас, буквально недели две назад, у нас была проблема, был недостаточный перечень, недостаточное количество медикаментов. Этот вопрос мы совместно решали с фармацией, и буквально в минувшие выходные дни у нас доставлены лекарственные препараты, то есть на сегодняшний день проблема решена. То есть понятно, что эта проблема возникать периодически будет, но хотелось бы, чтобы все-таки этот процесс был в дальнейшем налажен, и мы были спокойны и обеспечены лекарственными препаратами в полной мере. Самая главная или суть того, что мы хотели бы здесь достичь, это, наверное, максимально согласовать те вопросы, которые требуются в дальнейшем реализовывать нам на практике и в законотворчестве. Вот когда я разговаривал с некоторыми главами муниципальных образований, они говорили, надо выработать общую позицию, надо определить общие подходы. Поэтому вот слово «общеe», оно здесь является ключевым. Мы много ездим в отдельные населённые пункты, но тем не менее там где-то мы разговариваем с глазу на глаз, и, соответственно, конечно, встречаемся с жителями. А вот когда мы здесь, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше, когда нас здесь много, то тогда нам легче решать те вопросы, которые мы перед собой ставим. Подводя итоги рабочих встреч депутатов окружного собрания с главами муниципальных образований, спикер регионального парламента отметил их актуальность. Законодатели Северо-Запада обсудили ряд социально значимых инициатив. Они были озвучены на заседании Комитета парламентской ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам, который состоялся в Наринмаре 19 марта. В рамках комитета, в котором приняли участие депутаты регионального парламента, губернатор Ненецкого автономного округа, представители профильных департаментов, обсудили вопрос о необходимости упростить порядок госзакупок для труднодоступных местностей. Сейчас открытые площадки, заходят на торги все, кто хочет на территории Российской Федерации. Они никогда не сталкивались с нашими особенностями. Они не понимают логистику, как доставить грузы. И после того, как они выиграют конкурс, мы имеем серьезную проблему, потому что, скорее всего, осуществить контракт не представляется возможным. Собрание депутатов Ненецкого округа подготовило обращение в правительство Российской Федерации об установлении особого порядка закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на территории Арктической зоны Российской Федерации. Прежде всего, в обращении речь идет о строительстве социальных объектов на селе. Законодатели Северо-Запада поддержали инициативу Ненецкого автономного округа. Рассмотрели на заседании комитета также предложение Ненецкого округа о наделении потреб кооперации и семейно-родовых общин статусом резидента Арктической зоны. Были поддержаны инициативы собрания депутатов, чтобы им были даны дополнительные преференции в смысле налогообложения и другим вопросам. Всего в ходе парламентского комитета рассмотрели 16 вопросов и законодательных инициатив. Участие в заседании приняли законодатели из Архангельской, Вологодской, Ленинградской областей, Республики Коми и Санкт-Петербурга. В режиме ВКС с Ненецким автономным округом участвовали Калининградская и Мурманская области, Республика Карелия. В работе комитета также приняли участие депутат Государственной думы Сергей Коткин, сенатор Рима Галушина. Главный федеральный инспектор Кирилл Шимко, прокурор Ненецкого автономного округа Сергей Лапин. Необходимо отметить, что парламентская ассоциация – это уникальная площадка для работы парламентария в Северо-Западе. Как городской парламентарий в Санкт-Петербурге все-таки сориентирован на решение задач городской повестки. Это вопросы благоустройства, социальной защиты. И иногда мы видим, что на нашем региональном уровне решить какой-то вопрос, который волнует жителей наших регионов, невозможно. Именно поэтому Конституция прямо предусмотрена возможность законодательной инициативы на федеральный уровень. Это прерогатива региональных парламентов. В моем корпусе законопроектов есть несколько законодательных предложений, которые как раз-таки направлены на решение вопросов не в рамках конкретно Петербурга, но в целом на федеральном уровне, что коснется в том числе и всех регионов Северо-Запада России. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовили законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации. Предлагается освободить от уплаты НДФЛ при дарении имущества опекунам, попечителям и их подопечным. Сейчас в перечне лиц, имеющих такие льготы, их нет, что, по мнению законодателя, несправедливо. Предложение поддержала сенатор Римма Галушина. Она отметила, что в Совете Федерации создана рабочая группа по внесению изменений в Семейный кодекс и поблагодарила парламентария в Северо-Западе за инициативу. Правоустанавливающие документы отмечают законодатели, иногда противоречат здравому смыслу, и поэтому необходимо вносить в них изменения, которые бы соответствовали реалиям. Почти все наши северные поселения расположены вдоль рек. И вот, например, наши деревни тянутся, бывает, на 5-7 километров. И там есть ФАП в середине деревни. А сейчас по закону для того, чтобы построить и отремонтировать ФАП, надо определенную площадь иметь. Примерно 2000 квадратных метров, 20 соток. Где вы в середине деревни найдете такое место. А выносить ФАП за пределы деревни, с одного конца по другой идти, так может быть, там 5-6 получается идти. Поэтому мы хотим внести инициативу в наш госсовет о том, чтобы разрешить исключительно в случае строить ФАПы на месте старого. В рамках Комитета парламентской ассоциации Северо-Запада по правовым вопросам депутаты Законодательного собрания Вологодской области выступили с инициативой о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации. Они будут касаться перерасчета оплаты коммунальных услуг в том случае, если человек не проживает какой-то период в принадлежащем ему доме или квартире. Так как нам право дано выходить с Законодательной инициативой, мы подготовили эту инициативу в Жилищный кодекс, 155-ю статью, которая будет как раз касаться перерасчета платы за коммунальные услуги в том случае, если человек не проживает какой-то период, соответственно, в принадлежащем ему доме, квартире. Но, честно говоря, такая вот инициатива достаточно сложная, мы с коллегами обсудили. Будем ещё, соответственно, возьмём время на доработку её. Но в ближайшее время всё равно эту проблему мы будем решать, готовить инициативу, выходить на федеральный уровень. Дискуссию вызвало вопрос об установлении запрета на выдачу двух лицензий на продажу алкоголя одному заведению. Речь идёт о так называемых наливайках. Когда заведение до определённого времени суток работает как магазин, а затем в ночное время как заведение общепита. Депутаты договорились доработать формулировку, чтобы соблюсти и права добросовестных предпринимателей защитить людей от соседства со злачными местами. Мы сейчас видим, что алкоголь стал чуть ли не одним из самых доступных товаров. Есть статистика по отравлениям, есть статистика по злоупотреблению алкогольной продукции. И уже, к сожалению, появилась статистика, связанная с нарушением тишины и покоя, а также нормального проживания жителей целых микрорайонов, микрокварталов. Безусловно, это всё связано с тем, что предприниматели используют несовершенство федерального законодательства и, что называется, торгуют алкоголем круглосуточно. Безусловно, этой практике надо положить конец. И одна из той инициатив, которая сегодня была рассмотрена на нашем правом комитете, касается запрета выдачи сразу двух лицензий для тех предпринимателей, которые в одном помещении пытаются работать и как магазин, и как кафе или ресторан. Мы готовим ещё целый ряд предложений, связанных с регулированием работы заведений общепита. Это бары, рестораны, кафе, связанные с тем, чтобы пресечь практику демпинга при продаже алкогольной продукции, когда не совсем качественный товар продаётся за минимальную цену, тем самым это отравляет жизнь и самих клиентов, которые волею судьбы ходят такие заведения, и тех людей, которые также волею судьбы оказались соседями таких злачных мест. Изменения федерального закона об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации предполагают добавить в новую форму социального обслуживания граждан дистанционную с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. По мнению парламентариев, есть ряд социальных услуг, которые можно полностью или частично предоставлять удалённо. Практика показала, что такие услуги могут предоставляться в удалённом формате, что исключает необходимость личного контакта социального работника с получателями услуг. Кроме того, использование дистанционной формы позволяет предоставлять не только индивидуальную услугу, но и проводить консультации и информирование граждан в группе, что особенно актуально для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все представленные на комитете законодательные инициативы нашли поддержку среди парламентариев Северо-Запада. На следующий день участники совещания приняли участие в спортивном празднике Бурандей, который уже многие годы является визитной карточкой Ненецкого автономного округа и популяризирует регион как субъект Российской Федерации. Эти соревнования давно вышли из рамок просто соревнований. Это серьёзный туристический бренд Ненецкого автономного округа. И очень радует, что сегодня очень много гостей приехало из различных регионов, из столицы, из северной столицы. Я даже знаю, что у нас не хватило гостиничного фонда, чтобы принять всех желающих на эти мероприятия. Поэтому, конечно, вот эти соревнования, они развивают интерес к Ненецкому автономному округу, что, конечно, не может не радовать. Я хотел бы сказать о том, что мы хорошо поработали накануне. И вот к нам приехали гости парламентарий Северо-Запада России. И сейчас я смотрю на всё это мероприятие наше, на наши гонки, с точки зрения глазами наших гостей. И мне кажется, нам не стыдно за, опять же, организацию данного мероприятия. Мы гордимся, что у нас такая есть замечательная традиция. Ей уже 25 лет. Это впечатляет. Впечатляет масштаб. Количество участников, которое растёт. И, насколько мне известно, уже целые династии участвуют в этом замечательном конкурсе, в этом замечательном соревновании. И самое, что отрадное, что, несмотря на пандемию, несмотря на разные экономические, социальные условия, это соревнование является таким традиционно флагманским для Ненинского автономного округа. Будем посещать Ненинский округ и рекомендовать его всем нашим друзьям, родным, близким, коллегам по работе, нашим избирателям для посещения. Россия большая страна и очень прекрасно, что много таких замечательных мест, как Ненинский автономного округа. На сегодня это вся информация. За развитием событий следите в эфире телеканала «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова